Очереди с пенсионеров в кабинеты к участковым врачам сейчас уже никого не удивляют. В 17-й поликлинике Кировского района 33% пациентов это люди пожилого возраста. И как говорят сами врачи, не всегда на прием к ним приходят бабушки и дедушки с жалобами на здоровье. Этот момент есть. Иной раз ведь врача вызывают на дом для того, чтобы поговорить, потому что одинокая бабушка, ей в общем-то не с кем и поговорить. Мало того, они даже обращаются просто вот к нам, в приемную звонят для того, чтобы поговорить, рассказать свои проблемы. Талончик участковому терапевту на вес золота. К тому же врач не всегда может уложиться в положенный четверть часа. График приема ломается, а за дверью уже очередь. А нужно еще принять больных, что пришли без записи. В листе ожидания пенсионеры, которым всего-то надо выписать рецепт на получение бесплатных лекарств. Люди трудоспособного возраста не всегда могут попасть, потому что вот оно заболело сегодня, ему надо сегодня это обратиться. Кардинально изменить ситуацию помогли бы так называемые отделения медико-социальной помощи для приема исключительно пенсионеров. Такие уже пять лет работают в поликлиниках Тюмени. Казанские врачи хотят перенять опыт своих коллег. Фельдшер ему выписит этот рецепт. И тут же, опять же, фельдшер имеет право полностью, да, если пациент жалуется, какие-то есть, или измерил давление у него, или курс посмотрел, что нарушение ритма есть, он тоже точно так же отправит его к участковому терапевту. С начала года в 10-й и 18-й поликлиниках Казани и двух в набережных Челнах уже прошли эксперименты, но они не дали эффекта. В Тюмени всего 12% льготников отказались от бесплатных лекарств, в Казани — до 70%. И одна из причин — очереди к врачам. Вот мы приходим за льготным лекарством и сидим часами, сидим часами. У нас дел всего 5 минут. Мы подаем карточку, жалоба есть, нет. Вот только льготное лекарство. Выпишите, пожалуйста, и все. 5-10 минут, и мы уходим, и все. Хлопот добавляет отсутствие в Казани геронтологов, специалистов в области здравоохранения для пожилых пациентов. Как говорит Ирина Питолова, сейчас главное — начать работу. Как показала прошлогодняя диспансеризация, в Кировском районе среди тех, кто побеспокоился о своем здоровье, лишь каждый третий пациент в возрасте от 40 лет. А ведь это трудоспособная часть населения, которая приносит доход в казну. Когда специальные кабинеты для пенсионеров появятся в казанских клиниках, конкретных сроков нет. А если они заработают, то посещение их пенсионерами не станет обязательным. Всегда будет выбор — пойти к фельдшеру на прием, либо на беседу к терапевту. Елена Горбунчикова, Роман Фенин, Телеканал Эфир.